Дорогие друзья, вновь всем привет! Сегодня у нас очередной обзор обзор крепкого алкоголя вот такая замечательная бутылочка виски у нас сегодня на обзоре будет по просьбам трудящихся, просили виски пожалуйста получайте, давайте я сейчас прям сразу налью виски вот только что открыл до этого не открывал, то есть открытым он у меня не стоял наливаем смотрите дорогие друзья виски шотландские, называется Акинтошен или Ачинтошен кто как его называет, как правильно к сожалению не могу сказать по-моему и такая и такая версия существует но чаще всего Акинтошен называют вот если знаете точно как правильно, пожалуйста пишите в комментариях виски у нас односолодовый, то есть чисто из 100% соложеного ячменя виски 12-летний минимум 12 лет выдержки, получается в двух типах бочек бочки из-под бурбона и из-под хереса выдерживается параллельно и в бурбоновых и в хересных бочках и затем перед розливом купажируется, какое-то небольшое время отдыхает и соответственно разливается по бутылкам вот такая вот бутылочка 0,7 литра продается обычно в подарочной упаковке вот такая подарочная коробочка, она у меня к сожалению не сохранилась классика бывает с блокнотом подарочная упаковка бывает просто подарочная упаковка регион производства этого виски это Лолленд, то есть равнина, это не Хайланд не Высокогорье, особенность в том что на данной виске Курни принята тройная дистилляция, что крайне нетипична для шотландцев в принципе чаще всего тройную дистилляцию делают как раз Ирландия вот, но данная виски Курни славится именно тем, что делают тройную дистилляцию на выходе спирты получаются чуть более мягкие, чуть более тонкие вот, дата основания данной виски Курни 1823 год вот, на данный момент с тех пор она существует там, по-моему, в 40-е годы, вот во время войны там, она пострадала от каких-то бомбежек ее реконструировали и на данный момент она действует, работает принадлежит японской группе компаний Сантори, я думаю, про них Вы слышали тоже небезызвестные их виски также виски Курни Бауман Баумар Акинтошен собственно, принадлежит вот японской компании Сантори так, что еще сказать по бутылочке здесь у нас классические 40 градусов есть холодная фильтрация то есть такой, скажем так, коммерческий релиз бутылочка у нас 700 миллилитров вот, стоит сейчас она в районе где-то от 6 до 7 тысяч рублей но это безакционная цена по акции, может быть, чуть дешевле можно найти цены на виски поднялись раньше этот виски можно было купить там еще года полтора назад либо два, где-то в районе 3 тысяч он стоил не дороже что можно сказать еще по дате розлива дата розлива данной бутылки 29.01.2021 год вот, в составе есть карамельный колер то есть помимо дистиллята и воды здесь еще карамельный колер присутствует воду они берут для производства виски из горного источника насколько я знаю, ячмень у них над торфом не коптится поэтому виски не дымные то есть дыма у него здесь в ароматике быть не должно вот, ну такая классическая бутылочка интересная в принципе, либо на подарок либо себе взять как ценитель виски очень даже неплохо пробка, базовая пробка сделана из мелких крошек ну, натуральной, собственно говоря, корки натуральной пробки мелкие прессованные крошки вот, ну давайте приступим к дегустации попробуем на аромат посмотрим, что это за виски такой у нас давайте, ну цвет исправлен карамельным колером что про него говорит? классический цвет висковый такой легкий, золотистый чуть с соломенным оттенком ну давайте, на аромат аромат интересный, я вам скажу не совсем типичный вот для базовых виски у меня были на обзоре несколько бутылок виски шотландского в том числе один из последних глинтернер был очень достойный образец тоже, кстати, хересные бочки там используются но выдержка поменьше была у этого профиль другой здесь такие вот легкие пряные нюансы есть здесь много травянистых и вот именно какой-то подсохшей травы каких-то вот полевых цветов очень интересная ароматика здесь нет какого-то буйства яркого, таких фруктовых тонов вот что-то как раз такое травянистое чуть пряное ну из фруктов тут пожалуй вот что цитрусовые можно выделить это цедра цитрусовых мандарин немножечко может быть чуть-чуть белого персика и кураги совсем чуть-чуть так, ну давайте пробовать интересно, что во вкусе есть такая чуть легкая кислинка кстати могу сказать, что вот некоторые но я не могу это назвать какой-то вот торфяной привкус но вот что-то чуть-чуть такое вот знаете бывает у сильно торфяных виски они прям вот гуашевыми красками отдают вот что-то такое из гуаши на послевкусие есть послевкусие довольно долгое, кстати, могу сказать вот оно до сих пор держится здесь вот цитрусовые здесь травянистые нюансы здесь чуть вереского меда здесь такие легкие пряные даже не пряные, вот я бы сказал, знаете вот от хорошей сигары вот такое и в аромате, в принципе, да, я думаю, это есть и на послевкусие в целом интересные достойные виски ну, ароматика интересная у него вот могу сказать, что нетипичная нетипичная для классического, допустим, спейсайда или просто хайланда которые такие фруктовые, яркие виски бывают обычно здесь вот она чуть более такая закрытая чуть больше таких вот табака, пряностей ну, цитрусовых, естественно легкие оттенки белого персика травянистые нюансы вот прям такая чуть подсушенная трава приятный, абсолютно комфортный нос, не спиртуозный во вкусе, в принципе, тоже даже несмотря на то, что первый глоток был прошел достаточно мягко спиртуозности, большой у него нет давайте второй глоток сделаем приятный напиток чувствуется такая легкая-легкая хересная остринка такое послевкусие чуть табачное на языке комфортный напиток интересный, не совсем типичный но, опять же, это и Лоуленд, это не Хайланд поэтому они не должны быть очень схожими но, в целом, смотрите, если найдете этот виски по акции дешевле шести тысяч, то за односолодовый двенадцатилетний виски на данный момент я думаю, это абсолютно адекватная цена взять его на подарок, либо себе же впереди праздники за новогодним столом, например, выпить я думаю, абсолютно адекватно поэтому, такие выводы, дорогие друзья в целом, виски к покупке, конечно, рекомендовать могу да, это коммерческий бленд да, он там и подкрашенный он и крепости сорокоградусные он и с холодной фильтрацией но, тем не менее, сделан достаточно качественно вот к покупке я его рекомендую ну, дорогие друзья, с вами я прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего пейте хороший, качественный алкоголь за вас, дорогие друзья спасибо 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 спасибо